В этой серии программ мы говорим о новом способе жить. Кто из вас уже получил благословение жить по-новому? Хочу знать об этом. И это просто невероятно. Основной позыв этой серии очень просто. Любите Бога и любите людей. Протягивайте людям руку, пусть ваша жизнь изменится. В позапрошлой программе пастор Марк рассказал нам историю о добром Самарянине. Он попросил нас помогать тем, кто встречается вам на жизненном пути. А на прошлой неделе он дал нам еще одно задание. Сказал, что это всколыхнет наш мир. Попросил он нас помогать тем, кто идет с нами рядом. В Библии сказано, что мы должны делать добро людям, если мы в силах им помочь. Особенно это касается и наших братьев по вере. В конце прошлого года, как это всегда бывает в конце года, я стал размышлять о своей жизни. Думал обо всех прошедших годах и о том, что сделал Бог. Вспоминал о тех, кто встретился мне на пути, и тех, кто шел этот путь со мной. О том, как я обращался с женой, детьми, друзьями. Вел ли я себя властно или как лидер. Я много думал об этом. Думал о нашей церкви, наших кампусах, наших организациях в школах и о том, что позволил нам сделать Бог. Но вот послушайте, пастор Марк рассказал нам много хороших вещей, но все это придумал не он. Это знание передал ему Бог нашей вселенной. И мы с вами должны передать это знание нашему городу и нашей общине. И это поможет нам передать его нашему штату и нашей стране. Так весь мир и узнает об Иисусе Христе. Скажите сейчас тому, кто сидит рядом с вами, я сделаю это. Мне никто не помешает это сделать. Повернитесь к другому соседу и скажите то же самое. В последнее время я много читал Евангелие и послания к церквям. Помните слова? «Уподобьтесь образу Христа, его жизни, его разуму, его миссии и обещания». Я думал, есть ли это в моей жизни. Часто задавал себе вопрос, как мне уподобиться образу Христа. Уподобиться образу Христа — это нечто важное. Я много читал Евангелие, ждал, что однажды Дух Святой придет ко мне и спросит, «Джоуи, ты правда хочешь уподобиться образу Христа, его жизни, разумению, миссии, обещаниям?» Я отвечу «да». И тогда он скажет мне, тогда тебе нужно любить людей, как никогда прежде. Тебе нужно любить Иисуса, как никогда раньше. А еще тебе нужно испытывать сострадание к другим людям, как никогда прежде. Давайте подумаем, чему посвятил свою жизнь Иисус? Иисус. Посвятил он ее людям и их проблемам. Иисусу были важны другие люди. О чем он думал? О вас, обо мне, о проблемах людей. Ему были очень важны другие. Помните, как в Евангелии от Иоанна он сказал, «Я поменял свои планы». Я пойду не в обход Самарии, а через Самарию, потому что у колодца меня там ждет женщина, с которой я должен поговорить о надежде и жизни. Я думаю о людях, и этой женщине нужно помочь. Он думал о людях. Это была его миссия. В чем заключалась его миссия? Она заключалась в том, чтобы спасти то, что потеряно. Его миссией было спасение вас, меня и всех людей. Было благовестие беднякам, объявления, свободы узникам, возвращение зрения слепым и прославление нашего Бога. Его обещания, кому они предназначались. Что это были за обещания? В Библии записаны сотни обещаний. Его обещания искупления, благодати, милости. А величайшим обещанием в Библии были такие слова. «Я никогда не видал праведника оставленным. У меня есть для него великое будущее и надежда. Я заключу с ним вечный завет. Никогда не прекращу делать ему добро. Даже если он будет неверен, я останусь верным». Я постоянно читаю Евангелие и никогда не перестаю этого делать. Если мы откроем 15 главу Евангелия от Луки, прочтем там просто удивительную историю, касающуюся жизни Иисуса Христа. Если у вас Библия с собой, давайте открывать это местописание, начиная с таких строк. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью. И придя домой, созовет друзей, соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Я обожаю эти слова. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. У кого из вас в жизни случались потери? Я говорю сейчас не о пультах от телевизора, о ключах от машины, бумажниках. Я говорю о важных потерях. Как-то я потерял ребенка. Это был мой сын Травер. Ему было три года. Дети были дома. Тогда я занимался строительством и изучал какие-то чертежи. Вы знаете, что дети — это дети. Они постоянно подходили ко мне со всякими вопросами. Они мне очень мешали. Я с головой ушел в чертежи. Знаете, что если дети в доме замолкли, лучше пойти и посмотреть, что там происходит. Я стал окликать их по имени, и когда я дошел до имени Тревор, мне никто не ответил. Тогда я принялся искать Тревора. Я почти не беспокоился, потому что Тревор был знаменит тем, что засыпал где только можно. Он мог заснуть и в шкафу, и под диваном, и под кроватью. Я осмотрел места, где он обычно засыпал, но его там не было. Я вышел во двор, где стояла машина. Его там тоже не было. Пошел к пруду за нашим домом, и там его не было. Я начал волноваться за Тревора и стал бегать по соседям. Я выглядел как псих. Я позвонил маме. Я позвонил друзьям. Вы не видели Тревора? Вы не видели его? Эта ситуация просто лишила меня разума. И вот я вернулся домой, и у меня случился сверхъестественный момент с Богом. Я воскликнул, «Господи, где же Тревор?» И тут я все увидел. Рядом с холодильником у нас стояла вазочка с печеньем. Тревор тогда не мог выговорить слово «печенька» и говорил «чепенька». Он часто таскал печенье из вазочки, за что мы прозвали его «чепеньковый монстр». Я увидел крошки на полу и пошел по следу этих крошек. По нему я снова пришел в спальню. Там на полу я увидел пятна от шоколада. Я снова позвал Тревора. Сначала была тишина. И тут из шкафа донесся какой-то звук. Я открыл дверь шкафа и увидел там моего чепенькового монстра, всего в крошках и перепачканного шоколадом. Я обнял его. Я был очень рад, что нашел его. Ко мне пришло огромное успокоение. Я позвонил матери и соседям. Я взвалил Тревора на плечо и бегал, и кричал «Эй, я нашел его!». Я был тогда очень рад. Сейчас мы смеемся над этим случаем. С тех пор я больше не терял Тревора. И вот я хочу задать вам один вопрос. Когда вы последний раз испытывали истинную радость от того, что одна заблудшая душа вернулась и нашла Иисуса. Допустим, вы знакомы с кем-то, кто поднял руки в церкви или подошел к пастору. Это для вас нормально. Мы такому не радуемся. Но не забывайте о том, что когда кается один грешник, радуются небеса. Поэтому мы должны аплодировать таким людям, подходить к ним и говорить «Я горжусь тобой, приятель». Мы должны обмениваться с ними номерами, общаться с ними. Вот что мы призваны делать. Как же нам выполнить нашу миссию и сделать то, к чему призвал нас Бог? Как же нам уподобиться образу Иисуса Христа, Его жизни, разумению, миссии, обещаниям, если мы не радуемся, если мы не тянемся к людям? Вы должны любить Иисуса всем сердцем, должны тянуться к Нему, должны нести Иисуса своему городу и своей стране. Вы должны любить то, что любит Он, и ненавидеть то, что ненавидит Он. Пусть ваше сердце тянется к Нему. Вот что надо делать. И в Евангелии от Марка Иисус говорит «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всем разумением твоим». Вот первая заповедь. Вторая подобна ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше из всех заповедей нет. Я всегда молюсь о том, чтобы люди в церкви любили заблудших овец, тянулись к ним, приходили к ним на помощь, говорили с ними и радовались, когда они возвращаются домой. Но кто эти заблудшие овцы? Мы призваны делать добро другим людям, но среди них есть заблудшие овцы. Они потерялись, отделились от Отца, они не знают Иисуса, потерпели крах, они сломлены. У них в жизни настоящий ад. Вот кому мы должны помогать? Да, мы призваны помогать парам, которые переживают тяжелые времена в отношениях. Они на грани развода, но они не знают Иисуса. Они не знают, что есть спасители, и если бы они жили так, как угодно Ему, то их брак с уверенностью больше, чем на 100%, был бы успешен. Это те, кто тянется к Иисусу. Если вы уподобитесь образу Христа, то люди, не знающие Его, будут тянуться к вам. Мы не можем отгородиться от этих людей, потому что это противоречит идеям христианства. Вспомните, фарисеи, глядя на Иисуса, говорили, кто этот человек, кто этот плотник, что он ест с грешниками. То есть они сказали, кто этот человек, что ест с людьми, которые не похожи на нас. Вы не должны забывать, что это наша миссия. Вот к чему мы должны стремиться. Наша цель — присоединиться к Иисусу, Его миссии и идти за заблудшими овцами. Если вы хотите прожить захватывающую жизнь, полную событий, то станьте миссионерами, и тогда Дух Святой придет туда, где вы живете, работаете, молитесь. Потому что если вы этого не делаете, церкви начинают умирать. Мы должны выполнить свою миссию и сделать то, что призвал нас делать Бог. Мы должны уподобиться образу Христа, Его жизни, разумению, миссии и обещаниям. Мы должны в первую очередь думать о людях. Но чего может стоить дорога к заблудшим овцам? Тянуться к людям — это всегда риск. В Евангелии от Марка сказано, «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Любить то, что любит Бог, и ненавидеть то, что Он ненавидит — это всегда риск. Думать, как думает Царство Божие — это риск. Отвергнуть себя, взять свой крест и последовать за Иисусом — это тоже риск. Если вы берете на себя риск думать, как думает Царство Божие, у вас появляется риск потерять репутацию, но Иисуса это не волновало. Вы можете потерять деньги, но и это не беспокоило Его. Вы можете лишиться уюта, но у Иисуса не было своего дома. Это может быть вам неудобно, но за Иисусом следовало много людей, и, конечно, это было связано для Него с неудобствами. Если вы думаете, как думает Царство Божие, вы всегда рискуете, но не делайте ошибок. Вы должны быть покорными, иначе вы придете к ложному Богу. Тянуться к людям значит вести осмысленную жизнь. Вот один из моих любимых библейских стихов, «Послание к евреям», 10 глава, 24 стих. Давайте подумаем, как нам начать творить, как нам повлиять друг на друга и поощрить к любви и добрым делам. А в Евангелии от Матфея говорится, «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светят всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца. Мы должны думать о других людях». Джон Уэсли как-то сказал, «Пока можете, делайте все возможное добро любыми средствами, любыми способами, везде, где возможно, во всякое время и всем людям». Вы скажете, «Но, пастор, вы представляете, что вообще может быть нужно людям?» Вы не можете всем помочь. Вы правы. Вы не сможете. Все сделать невозможно. Но вместе, уподобившись образу Христа и совершая его миссию, мы сможем сделать многое. Даже если мы сделаем немного, это всегда приумножится. Чтобы тянуться к людям, нужна благодать. Вы должны знать людские сердца и жизни, чтобы дотянуться до других людей. Вы можете дойти в книге жизни до 15 главы, а они могут только открыть вторую. Один из моих знакомых пасторов сказал просто замечательную фразу, «Никогда не забуду ее». «Пусть лучше меня обвинят в том, что я дарю людям слишком много благодати, чем в том, что я не дарю им недостаточно благодати». Вы должны быть очень щедрыми по части благодати. Вы должны помнить о том, что те, к кому вы пытаетесь дотянуться, заблудились и отделились от отца, что они принадлежали ему еще до того, как стали верить и до того, как вообще родились. Так было и с вами. Вам понадобится мудрость, терпение для проповеди и посвящений. Сегодня утром мы пели о благодати и отчаянной любви. Благодать продолжает изливаться. Она ищет вас. И в итоге вы одерживаете успех и находите заблудших овец. В книге притчи есть одна фраза, которую я очень люблю. Мне кажется, речь там идет о том, как являть людям благодать. Мне кажется, если вы думаете, как Христос, и поступаете, как Он, потому что Бог не совершает ошибок, и все слова, которые Он посылает нам с небес, достигают своей цели, то тогда у вас будет возможность, посмотрев человеку в сердце, глазами Иисуса, дотянуться до Него, и явить Ему великую благодать. Итак, в книге притчи сказано, помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный, то есть тот, кто знает, что делать, вычерпывает их. Это значит, что если я явил кому-то благодать, если я кого-то люблю, если я с кем-то терпелив, то делаю я это, потому что уподобился образу Иисуса Христа и хожу в Его жизни, разумении, миссии и обещаниях. Это означает, что я могу помочь другим людям. Никогда не забуду одну историю, которая произошла со мной. Была она в 2005-м. Она связана с одним моим знакомым пастыром. Как-то он попросил меня помочь ему, а я тогда не знал, что мне делать. Я отдалился от Бога, а он мне говорит, «Мне нужна твоя помощь. Нужно будет выписать стихи из Библии. У меня будет важный деловой обед». Я совсем не был похож на бизнесмена. Тогда у меня на голове был белый иракез, но выглядел тогда я круто. Может быть, к лету я снова сделаю себе подобную прическу. Я выглядел как парень, который только что вышел с ринга, где шел бой, от которого пахло сигаретами, который до этого протусил всю ночь. Я выглядел потерянным и сломленным. Выглядел как какой-то блудный сын. Ни у кого не было ручки, компьютер не хотел включаться, сам пастор никогда не делал никаких записей. Нигде не было никаких записей. Это была настоящая катастрофа. На тот момент я хуже всех разбирался в Библии, кому только могли предложить эту работу. Мне кажется, хуже меня кандидата просто не было и не будет. Прекрасно помню этих людей, но я совсем не боялся выйти к ним и представиться. Совсем не боялся выйти к ним, спросить, как у них дела, представиться и поговорить с ними. Но поверьте, они смотрели на меня, как на всплывающую рекламу в интернете. Этот пастор не стал прятать меня, думая, что мой внешний вид всех шокирует. В итоге я перестал делать себе иракезы, но все же надеюсь, что когда-нибудь снова начну. Я стал одеваться по-другому. Но это не означает, что обязательно нужно менять свою внешность. Потому что Иисус любит вас такими, какие вы есть. Вы можете остаться самими собой. Я старался не курить перед такими встречами. Я стал делать это после них. Иногда я выпивал в ночь перед ними, но Бог менял меня. Приходящих на встречи людей стали реагировать. Им выдавали бейджики, вспомогательные материалы. Я всегда приходил вовремя. Приходил за 15-20 минут до назначенного времени. В моем сердце стало что-то происходить. Пастор Марк и пастор Пит. Меня бы здесь сегодня не было, если бы не эти люди, которые великодушно явили мне благодать, если бы они не были со мной столь терпеливы. Возможно, они увидели во мне потенциал. Я точно не знаю. Но меня бы сегодня здесь не было, если бы мне не протянули руку, не стали бы для меня неким каналом между небесами и землей. И великодушно не явили бы мне свою благодать. Когда Иисус спасает людей, Он видит в них потенциал. Когда Иисус на кого-то смотрит, Он говорит, «Если бы в этом человеке была моя сила, для него все было бы возможно». Если мир видел в Закхее жадного сборщика налогов, то знаете, что видел Иисус? Иисус – великодушие. Мир считал Марию Магдалину блудницей, но знаете, что видел в ней Иисус? Чистоту. Мир считал Петра слабым человеком, но знаете, кем считал его Иисус? Настоящим камнем, который сможет отважиться в Пятидесятницу, объявить о Божьей благости. Иисус видит потенциал и в вас. Поэтому сейчас я хочу задать вам один вопрос. Чем бы вы могли рискнуть, и что бы вы сделали? Сколько благодати вы бы великодушно отдали, чтобы поменять свой путь, чтобы уподобиться образу Иисуса Христа, чтобы исполнить возложенную на нас миссию, чтобы сделать то, что призвал нас делать Бог? Это его жизнь, его разумение, его миссия, его обещания. Это связано с вознаграждением. На земле вы не получите огромного вознаграждения. Но не ошибайтесь. Вас ждет вознаграждение на небесах. Вы знаете, почему Иисус так заботился о людях? Потому что люди — это единственная вещь на земле, жизнь которой будет продолжаться вечно. После смерти люди попадают в такие разные места, в ад и в рай. Мне очень нравятся слова из Евангелия от Луки. И придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им «Порадуйтесь со мною». Я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся. «Всего одном грешнике, об одном сломленном и заблудившемся человеке, который отделился от отца, чем о 99 праведниках, которые исцелились и думают, что у них все есть». Итак, пастух нашел заблудшую овцу. Он принес ее домой. И пришло время это отпраздновать. Это награда за его риск, риск, за его решительность. Поэтому будьте решительными. Подарить благодать — это великая радость. Как здорово вернуть домой заблудшую овцу, потому что больше она не потеряна и не отделена от отца. Вот что мы все делаем. На одной из наших встреч пастыр Марк сказал, «Мы делаем людям добро не для того, чтобы у нас была большая церковь. Мы были призваны рассказать загнивающему миру, что у нас есть Спаситель, который испытывает к нам сострадание. Он сострадает всем вашим нуждам и болям. Он любит не историю вашей жизни. Он любит, когда вы следуете за своим предназначением. Я верю, что вы вскоре начнете делать многое из того, о чем вы сегодня услышали. В 2018 году нашу церковь ждет великий праздник. У нас будет большой праздник, потому что я верю, что в этом году многие заблудшие души вернутся домой. А сейчас я хотел бы помолиться вместе с вами. Скажите, дорожите ли вы тем моментом, в котором живете? Сейчас я попрошу вас закрыть глаза. Если среди нас сегодня есть те, кто не знает Иисуса, если вы потерялись и отделились от Него... Кстати, давайте все встанем. Если вы отвернулись от Него или не туда свернули на своем жизненном пути и хотите вернуться назад, то послушайте меня. Прямо сейчас к вам может явиться наш враг и сказать, «Эй, да ты не знаешь, что творишь». Он просто дурит вас. Запомните, вы — это тело Христово. Вокруг вас есть люди, готовые вам помочь. Совершенных людей нет. Господь ищет людей, на которых можно положиться. Я хочу попросить вас сейчас вот о чем. Если вы не знаете Иисуса, но хотите сделать Его своим Господом и Спасителем, то я прошу вас сделать одну очень простую вещь. Поднимите, пожалуйста, свои руки. Спасибо. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал для нас сегодня. Отец, я молю Господа во имя Иисуса, чтобы в 2018 году у нас было много праздников. Я молю Тебя о том, чтобы наше сердце разбивало то, что разбивает Твое сердце. Помоги нам. Направь нас, как Исайю, и мы пойдем туда, куда Ты нас направил. Господи, я молюсь о том, чтобы когда мы вышли из церкви, Ты направил наших прихожан на путь истинный. Помоги им, Иисус. А еще дай нам возможность поделиться с ними Твоим Сыном. Господи, мы любим Тебя, мы приумножаем Тебя. Что надо сказать? Давайте это отпразднуем. Смелее! Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас!